Короче, буду в манте, я не знаю, нравится мне манте, люблю я её. Привет, с вами Гитлайт, и мне сейчас непросто записывать какие-то сложные рубрики, вроде разбора демок, делать аналитику, крутые моменты для вас, поэтому давайте просто поговорим про тупых людей. Если что, в ВК я сейчас не захожу, по личным причинам их я оглашать не буду, может быть, что-то из этой информации пойдёт в видео, каково быть ютубером, каково быть ютубером по КС, потому что мне есть что вам рассказать. И сейчас я просто хочу познакомить вас, не знаю, многие ли подозревают, что есть такие люди, потому что я себе даже представить не мог, что такие люди могут существовать. Как бы то, что я сейчас покажу, это даже не сотая процента всего долбоебизма, который происходит в комментариях вообще под любыми роликами на ютубе. Но, конечно, в этом видео будут слова, которые адресовывались конкретно мне, и... По... плач ещё, да, он ебаный. По... плач. Блядь, блядь, дебил просто. Я как бы спокойно отношусь к оскорблениям, но от безграмотности меня просто... Так или иначе, почти в каждом комментарии будут ошибки, без этого никуда люди, блядь, не повзрослеют, наверное, никогда в жизни, но ответ, который поступил этому человеку, просто вёл меня в ступор. Скорее всего, он уже никогда больше не сможет поплакать. Блядь, спасибо тебе, чувак, что ты за меня там волнуешься, что-то переживаешь, но, блядь, со мной всё в порядке. Да, я оставил сообщение ВКонтакте на стене, что я извиняюсь, типа, что это единственный выход для меня, но я просто не могу заходить в ВК. Это мне сейчас... ну, мне трудно, это может быть в жизни у каждого, это ничего в этом удивительного нет. Как бы себе там ничего не придумывайте, что вы... ебанулишь, что ли? Я не буду выбирать какие-то конкретные комментарии, а я просто затрону темы, на которые люди очень странно реагируют, по моему мнению, и ведут себя просто как какие-то умственно отсталые дегенераты. Транслитом пишет, дебил, а как играть-то ты нихуя про это не сказал? Этот комментарий под видео успешный старт на фейсите, и человек называет меня дебилом, при том, что он не может нажать на кнопку начать матч и играть в одиночку, и он называет меня дебилом. Это просто комбо. Типо... по... get right и смех, блядь, неудержимый смех у человека. Клон get right, пробел запятая. Своего ничего не смог придумать, блядь. Для нормальных людей, для таких дебилов, которые хейтят, я расскажу, почему я выбрал себе именно такой ник, get light. Дело в том, что я всегда ненавидел аниме. Просто всегда. И однажды мой друг решил его посмотреть, я просто думал, что всё, блядь, человек потерян, и как мне теперь с ними общаться? Но мне тоже было нечего смотреть, и я посмотрел тетрадь смерти. Ягами лайт стал для меня идолом. Просто. А те, кто смотрел, могут меня понять, потому что этот персонаж действительно восхитителен. И с тех пор я в кс подписывался как лайт. И однажды по фану я просто поставил get light. Типа, похоже на get right, да, то есть отсылка на get right есть, но если бы не ягами лайт, как бы странно это не звучало, я бы не придумал себе такой ник. Когда создавал канал, мне показалось это название привлекательным, да, запоминающимся. Многие люди, кто прочитали ему ник, наверняка его запомнили, что я такой есть. И для ютуба, в плане ютуба это очень хорошо, поэтому... Да, конечно, get right здесь поучаствовал, но он был не главной причиной, поэтому... Вот так вот. Теперь вы знаете. Как бы что касается на аниме, ты на анимешника похож, и просто опять-таки неудержимый смех, как же это смешно, это должно быть обидно. Мне кажется, это неплохо. В аниме все охуенные, все красивые просто, восхитительные вот эти тяночки, да? Этому спасибо, это комплимент, я не считаю себя уродом, я считаю, что я нормальный человек, так же, как и в аниме все персонажи симпатичные. Спасибо. Это тоже... Ебать у тебя ебало смешное, ты на собаку похож. Почему именно на собаку? И если вот таким людям даже бессмысленно отвечал, я тебя пробовал, я поначалу всем абсолютно отвечал, даже на любой хейт, но, блядь, люди просто не могут создать этих двух слов в итоге. Поэтому... Ну, сказал бы на обезьяну, да? Это хоть, блядь, как-то логично было, но нет. На собаку. Собака. И вот долгое время у меня висел ковер на стене, многие об этом знают. Брат, сними ковер. 2К18 ковер на стене. Ну, они типа не хейтят, да? И, кстати, за все время ни одного хейтерского комментария по поводу ковра я не видел. Я мог это, конечно, сделать раньше. Вот он лежит на полу, я теперь хожу по нему ногами, я просто над ним издеваюсь каждый день. Будто бы он мне нравился, нахуй. Хайп. Хайп. Пишет 12 подписчиков. У парня. Ахахаха. Удали нахуй свой канал, ебланг. Не удалю. Таких людей нужно просто изолировать от внешнего мира. Это именно тот случай в интернете, когда я за искоренение анонимности. Такие тупые люди мгновенно исчезнут. Просто мгновенно. Они будут сидеть, труситься от страха, бояться, хотеть, хотеть, продолжать, всех ненавидеть, хейтить. Но больше не смогут этого сделать. Вообще, это забавно наблюдать за такими никчемными, ущербными людьми. Спустя время. Раньше я на это бомбил. Сейчас это просто вызывает у меня смех. И повышает мою самооценку. Ведь я кого-то задеваю и кого-то из-за меня горит. Это круто. При том, что я вообще только стараюсь помогать людям. Они что-то бесятся. И вот много сообщений по поводу прически. Как только я покрасился, они начали появляться. Типа поменяй волосы, а то как педики, все в этом духе. И вот опять-таки, ни одного жесткого хейта по этому поводу я так и не увидел. Даже Патрик над этим рофлил, но это всего лишь рофлы. Но я все равно замечаю тот факт, который людям почему-то не очевиден. В 2018 году люди до сих пор не понимают, что люди могут делать со своим телом все, что угодно. Если человеку нравится пирсинг, пусть он ходит с пирсингом. А у вас это вообще ебать не должно. Никого не должно ебать. Из-за этого человек не меняется. Он остается таким же человеком, каким и был раньше. Например, весь прошлый год я стригся на лосах. Тогда мне это нравилось. Мне нравилось, как я выгляжу. Сейчас мне это надоело. Я захотел покрасить волосы. От этого я и не изменился. Я был лысым. Я был хорошим человеком. Я считаю себя хорошим человеком. Я хочу помогать людям. Сейчас я также не изменился. Я не стал каким-то пидором грязным. Я также хочу помогать людям. Мне кажется, такая внешность... Но она мне нравится. Мне она нравится. Если вам это не нравится, ну... Откажитесь от стереотипного мышления, и все станет намного лучше. Как бы начинал снимать ролики, были и темные волосы. С тех пор, мне кажется, качество контента выросло. Но, блядь, разве что-то меняется, если цвет моих волос изменился? Мне кажется, нет. И теперь перейдем к комментариям под видео про читеров, которые я делал. И это просто цитадель долбейбизма. На самые тупорылые люди, самое днище интернета скрывается под роликами в сфере Counter-Strike, где тот или иной человек задевает чувство читеров. Я никогда не думал, что человек, который играет с читами, может быть полной мразью не только в игре. И несмотря на весь этот бред, который я сейчас покажу, я все равно хочу верить, что есть люди, которые... Да, они забили хуйную игру, они играют с читами, они выставляют себя полными мразями. Но я уверен, что есть такие, которые в жизни остаются человеком. Они заставляют? Они не заставляют. У меня вопрос. Ты долбоеб? И вот таких людей было просто нереальное количество. Типа, в чем была суть? Я спросил, а не заставляет людей играть с читами? И объяснил, что нет. Потом еще раз это подтвердил. И люди пишут, что я себе противоречу. И называют меня долбоебом. Вы понимаете, насколько они униженные? Насколько они тупорылы? Просто нереальное количество слов и мыслей крутится у меня в голове, но в итоге мне нечего сказать. Надеюсь, вы понимаете, насколько нужно быть... Чтобы этого не понимать. Ну как бы там много было таких людей, вот типа читы для CSGO. Я ебал тебя. Пробел. Сопятая. Ты тупое животное. Пробел точка, блять. Возможно, это ребенок. Он не понимает, насколько сильно ошибается. Ведь он сделал канал читы для CSGO, на котором ноль подписчикам пытаются чего-то добиться. Не будем за это оскорблять. И вот это такие оправдания, типа пойми, можно унизить другого читера, если ты хоть немного разберешься в чите. Мы спасаем вас и фиксим в CSGO. Он играет с читами и говорит, что он нас спасает. Кто мы? Репачино, да, выставляет все проблемы. Возможно, Valve когда-то обратит на это внимание, но он просто зарабатывает деньги. Это единственное, что он делает. Он зарабатывает деньги. Ему похуй на вас, ему похуй на CS, ему похуй абсолютно на все. Вы, блять, на это ведетесь. И пишете, что вы, блять, такие же спасители, как нахуй Репачино. Блять. Вы просто не умеете играть. И все. Здесь нет никаких оправданий, вы не умеете играть. Смиритесь с этим. Бля, Рус ДЦП, который говорит о людях, которые выше его на две головы. Бля, какая разница, сколько у кого голов, сколько у кого подписчиков. Я имею свое мнение, ты имеешь свое мнение. В отличие от тебя, я могу его высказать, и я не боюсь этого. Я снимал небольшое разоблачение, разбор демки, где Бонки пояпался против читера, якобы читера. Я разъебал его мнение в хлам. Просмотров там не очень много, но это же не значит, что я не прав. У него там хуй знает сколько подписчиков, у меня 6 тысяч. Это делает меня неправым. Имейте правильное мнение и думайте своей головой. Подписчики, это не показатель. Человек остается человеком в любом случае. И вот такие наивные люди, мне они очень нравятся. Это ты закопал себя в эту яму с дизами и не понимаешь, что это новое движение в CSGO. Играть на ХВХ, это надо быть не кисло-мозговым, но ты не поймешь. Во-первых, Ютубу насрать, лайк стоит или не дизлайк. Ему главная оценка. Если видео оценивает, оно будет продвигаться. Лайки это всего лишь ориентир для людей, у которых не может быть собственного мнения. К примеру, под тем же роликом с читерами очень много дизлайков из-за вот таких вот людей, блять. И человек заходит, видит много дизлайков, сразу скептически относятся к этому видео. И все. Но для Ютуба это не имеет никакого значения. Поэтому если вы думаете, что, блять, меня это задевает, ни хера подобного. Вторая часть его комментария. Новое движение в CSGO. Играть читера против читера нужно быть скилловым и мозговитым. Ёб твою мать. В общем, такое видео получилось, ребята. Но чисто для братвы, чисто для своих. Вряд ли оно как-то раскрутится. Я на это даже не рассчитываю. Но хотелось поговорить с вами, показать, какие люди вообще существуют. И как я ко всему этому отношусь. Как бы я хочу, чтобы люди поняли, что нужно мыслить здраво. Что ютуберам насрать на ваш хейт. Вы никто для них. Абсолютно никто. Если вы его хейтите. Под каким-то скрытым ником. Какая ему разница, что вы там напишите. Если у него очень много подписчиков, которые его поддерживают. Которые ставят там ему лайки, хорошие комментарии. Всего чего желают. Это бесполезно. Вы просто себя унижаете. Поэтому, ребят, никогда не опускайтесь до уровня этих людей. Становитесь лучше во всех планах в жизни. В игре. И все у вас будет просто отлично. А с вами был GetLight. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok